Вся процедура напоминает обычную прививку от гриппа. И медсестра та же и делают заветный укол так же быстро. Только вот прививают сегодня от коронавируса российской вакциной «Спутник Ви». Зараза эта очень серьезная. Конечно, она и не кончается. Видимо, в скором времени она не кончится. Поэтому поступило такое предложение. И мы как бы согласились с женой вместе сделать прививку. Александр делает уже второй укол. Дело в том, что сама процедура вакцинации проходит в два этапа. Две прививки с разницей в три недели. После первой осложнений у мужчины не было. Теперь вместе с супругой надеется, что вторая тоже пройдет без последствий. Можно говорить о прививочных реакциях, которые часто встречаются. Например, относительно часто встречаются. Это повышение температуры, какая-то местная реакция в месте инъекции, небольшое покраснение, может быть, небольшая болезненность в месте инъекции. Как правило, других каких-то более серьезных осложнений, побочных явлений не отмечается. Валерий Демихов признается, что вакцинация в Рязани проходит вяло. С конца декабря в научно-клиническом центре гематологии, онкологии и иммунологии первую часть вакцины получили около 600 человек. Полностью привиты от коронавируса 300, а это меньше 1% жителей города. Вакцинация от ковид это на сегодняшний день единственное, что поможет нам всем вместе остановить пандемию. Потому что другого надежного метода профилактики, кроме вакцинации, вирусных инфекций, прежде всего, я имею в виду, не существует. А глобальная проблема, почему люди не идут на вакцинацию, говорят врачи, это слухи, которыми обросла прививка. Но специалисты утверждают, что на уровне слухов все это и остается. Такого же мнения и рязанцы. Мы делаем прививки от гриппа каждый год, и про них тоже много мифов ходит. Поэтому мифы мы не слушаем. Мы смотрим уже на результат. Когда прививочная кампания закончится, неизвестно. Вакцинация продолжится до тех пор, пока иммунная прослойка населения не достигнет 70-80%. Говоря проще, пока у большинства россиян не появятся антитела. А прививку от коронавируса делают в 11 медицинских учреждениях города и области. Адреса можно узнать в интернете. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.